Я узнала из информации в сетях. Я в это время воевала с лесорубами на ПЛК-48, где гастроном. А жители этого дома воевали за то, что здесь происходит пилка деревьев. Все вот это попилили. Значит, дом введен в эксплуатацию в 1983 году. Эти деревья сажали жители дома. Жители дома возмущаются. Здесь остановка, им окна вот они. Здесь загазованность, здесь перекресток. И автобусы встают в ряд. Чем им дышать? Я хочу спросить у города, у Гравина. Пусть он расскажет, что, какое разрешение давал он на спил вот этих деревьев. Так, значит, ну давайте я перелезу и посчитаем. Один, два, три, четыре. Так, вот это вроде старое. Четыре, хотя нет. Пять. Не старое. Деревья, шесть, семь, восемь, девять. Деревья вот такой высоты. То есть они у нас получаются до девятиэтажный дом. Значит, этаж это у нас какой? Ну, нам до восьмого этажа. Седьмой, восьмой этаж выросли. И получается этим деревьям лет, восемьдесят третий год, там у нас получается, значит, семнадцать лет и двадцать, тридцать семь лет. Под сорок лет. Какие-то деревья, застройщик этого дома являлся завод. Вот, мосметаллоконструкция. Вот эти деревья остались, здесь было деревня Жукова. Большие вот эти вот деревья, ну сейчас их подкромцали, эти вообще и в деревне еще росли. Старались построить, вписать так дом, чтобы оставить зеленые насаждения. Они, правда, уже вот, ну как сказать, и ветер их обломал. Там еще такие деревья были. Это безобразие. Это вообще никуда не годится. И мы предполагаем, что это один и тот же, один и тот же покупатель, собственник, который приобрел землю. Вот надо на кадастре посмотреть, у меня времени не было. Который в счет пая колхоза Владимира Ильича приобрел землю по решению суда. Значит, эта эпопея началась в 2017 году. У, на паилка 48. Там 414 квадратных метров. Город все это согласовал. Где колхоз Владимира Ильича. Паи там все уже были, закончились в 2002 году. Там паев примерно было 343. Я точно не помню. Я этот список видела, потому что помогала своей приятельнице спорить с руководством колхоза. И мы это все отсудили и были выплачены деньги ей. Если с паями разобрались, никаких вопросов не было, как пай колхоза Владимира Ильича мог оказаться в городе Вибное. В колхозе Владимира Ильича, так же, как и в колхозе Горького, была калька контуров земель колхоза. Это там 76-й год или 78-й. Значит, у них было, так скажем, размежевание. Ну, не в таком понимании слова, как вот сейчас размежевание. А раньше это по-другому все делалось. Значит, еще. Что сейчас происходит? Значит, в счет паев колхоза Владимира Ильича приобретается земля в собственность, например, в Богданихе. Я точно это знаю. Причем Богданиха – это земли колхоза имени Горького. Они вместе никогда не были объединены. Это потом, когда их разорили, там вот началась вот эта свистоплятка. Это как так может быть? Земли. И вот сейчас в сети мы переписываемся. Значит, и те самые жители Месайлова, Молокова пишут. У нас то же самое. Кадастрируют, на кадастр ставится многопрофильный участок. Я считаю, мы так думаем, что вот эти паи, они надуманные, они выдуманные. Надо проверять от начала. Вот список этот, 343 там человека, но это может быть не совсем точно. Я его видела сама. Чей это пай? У кого купили? Вот и надо оттуда. Откуда растут ноги? Как у Лосева оказался этот пай? Значит, чей он пай был? Сколько там было соток, предположим, гектар и так далее. Вот они, предположим, 100 соток. Чей-то пай. Проплаченный кадастровый инженер, свой кадастровый инженер. Он под этот, по договоренности, под эти 100 соток едут на территорию, которая их устраивает. Ищут куски земли вместе с кадастровым инженером. Лица заинтересованные. И говорят, ага, это мы так предполагаем. Вот здесь мы поставим вот такой магазин. Вот здесь мы поставим шурму. Вот здесь мы поставим тоже шурму. Вот здесь поставим тоже шурму. Набрали 100 соток и ставят на кадастр многопрофильный участок. Каждый, но ставят его на кадастр после, как было, вынесения решений суда. Они вот этот пай надуманный, значит, все это по договоренности. Группы лиц по сговору, значит, все это сдается туда, где принимается решение. Продолжение следует...